Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Безопасность нашим туристам будет в чем-то угрожать Мы рейсы, конечно, эти отменим Или каким-то образом перестанем туда летать Если будет все спокойно, на что мы тоже очень надеемся То будем летать по той программе, которая выставлена Еще одно некогда Одно из самых популярных направлений Для новосибирских туристов Ну и вообще для российских, это Египет Есть ли перспективы какие-то возобновления полетов? Ну, к сожалению, все новости, которые мы с вами читаем Мы тоже столько их читаем У нас нет никакой дополнительной информации Но обнадеживает все И надеемся, что, возможно, эта весна Успеем Я не уверена, что успеют ли сибиряки Но Россия, наверное, откроется Где-то в ближайший месяц Полететь можно, во всяком случае, из Москвы Это будет точно Открытие Турции И, возможно, потенциальное открытие Египта А может ли оно как-то повлиять На перспективы нашего отечественного курорта Крыма Ну, вы знаете, конечно, реально, наверное Туристы, которые отдыхали в этом году в Крыму Были турецкие и египетские Естественно, они оттянут какую-то часть Какая-то часть, может быть, тем, которые отдохнули в Крыму И им понравилось вернуться туда Поэтому пока оценивать, насколько это будет Стопроцентный возврат в Турцию, очень сложно Но какой-то, конечно, будет отток Какие-то еще направления внутреннего туризма Будут появляться в этом году? Ну, вы знаете, они постоянно появляются Вот последняя ситуация говорит о том Что очень много внимания и федеральные власти И региональные уделяют именно развитию турбизнеса И, вы знаете, в этом году санаторно-курортное лечение Было очень развито Люди, которые раньше летали, в основном отдыхали Где-то после 50-ти В этом году 35-40 Пользовались услугами санаторно-курортного лечения Поэтому кавказские минеральные воды Вот эти все белокурихи наши И открываются На самом деле у нас очень много всего есть Просто несколько не продвинут они Эти все программы Неплохая Камчатка есть со своими гейзерами Есть калининградские места отдыха То есть есть в России то, что можно съездить Просто такой менталитет Долго мы не ездили Хотелось поездить по заграницам Сейчас уже поворачиваемся в сторону нашей Родины И, в общем, мы большая страна Большая территория У нас много чего есть В этом году раннее бронирование уже идет Вовсю идет Насколько активно Новосибирск? Вы знаете, активно Единственное, что надо сказать Что мы, конечно, несколько запаздываем По сравнению с регионами Центральной России и Западной Они как-то более активны Вот Москва, Екатеринбург Новосибирск менее активно Он как-то начал Но, тем не менее, она все идет Мы смотрим, Греция активно бронируется Как я сказала, по Турции пока есть такие опасения Но Турция из Москвы, из Екатеринбурга Вот я смотрю, заявки достаточно активно бронируются То есть сейчас предложений больше, чем спроса И места еще есть, да? Да, конечно Места еще много Программа-то выставлена Очень достаточно серьезная И такое массовое бронирование, конечно, пойдет несколько позже Если посмотреть перспективу на сезон На ваш взгляд, ваш прогноз В этом году Каких предложений будет больше? Более дешевых, бюджетных Или, наоборот, премиум-класса И на какие предложения будет больше всего желающих? То есть туристы-то готовы платить за комфорт Или все-таки в этом году постараются сэкономить? Вы знаете, мы как туроператоры Подходим профессионально к своему бизнесу Поэтому будут предложения всякие У нас есть очень бюджетные отели И есть люксовые На самолете билет стоит одинаково И поэтому турист всегда может выбрать Или люксовый отель Или бюджетный На его кошелек, на его желания На его возможности Мы делаем все для того, чтобы предложения были всякие Будем надеяться, что в этом календарном году Новосибирцы найдут и время, и возможность хорошо отдохнуть Конечно, обязательно На этом все, спасибо Еще раз напомню, что гостем студии была Галина Машухова Председатель комитета по взаимодействию субъектов Туриндустрии Новосибирской ассоциации Туристских организаций Субтитры создавал DimaTorzok